Ну что, Витальсон, с возвращением тебя. Как-то только ты недолго был в Казахстане. Видать, ну, не срослось что-то, что ли. Но поездка, видать, была довольно весёлая, потому что тары у тебя на заднем сиденье много оказалось, ну, видимо, пустой. Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Виталик и Ангелина и обсудим очередной видеоролик. Пропажа таки появилась. Недолго он был в Казахстане и дурацкая шутка не прокатила. Хотя он тоже решил в самом начале видеоролика пошутить, что якобы он в Казахстане и столько понаписали, столько понаписали, что он уехал в Казахстан, что прямо он в шоке. Ну, я думаю, это не без лёгкой подачи самого Виталика. Всё это обсуждалось. Ну, так как, видимо, ему надо было на время пропасть, ну, мы сами понимаем, человек должен отдохнуть столько времени, он без привычного образа жизни. Поэтому отдых тоже нужен. И особенно это подтверждают пустые банки, склянки на заднем сидении. Ну, конечно же, наверное, пустые. И, ну, шутка, она реально неудачная. Хотя, может быть, она своего рода и удачная, и продуманная. Ну, потому что всё-таки сейчас громко звучит в Казахстан. Ну, блин, на этом шутить, это мерзко, конечно. Но я всё думаю, что это именно с подачи самого Виталика подняли эту шумиху. А вообще, вы знаете, как-то долго он отсутствовал. И даже если представить, что он поехал в Казахстан, то что-то долго он там не задержался. Обычно он подольше задерживается. Помните, где он ещё там жил? В Питере. Потом ещё же где-то он там жил. Но что-то как-то у него не срасталось. В общем, дальше у нас видеоролики. Едут завозить кого-то там в школу, ну, ещё и по делам. И удивительно, ребят, удивительно, что Ангелине позволили сесть за руль. Кстати, признаюсь честно, я, наверное, рядом бы в жизни не села, если бы она была за рулём. И самое интересное, что Виталик говорит, что вот уговорил Ангелину поехать. А Ангелина спалила, говорит, да нет, Виталик, я сама просилась, очень просилась поехать за рулём. Но Виталик не дал, конечно, потому что ему самому страшно. Но ради видоса, чтобы запилить, что якобы Ангелина у нас тоже крутой водитель, он всё-таки позволил ей поехать. Ну, и рассуждали, сидели на эту тему, что вот, если бы когда ехать в Краснодар, чтобы я мог там часов в пять поспать, чтобы Ангелина ехала. Ну, я думаю, Виталик всё-таки на сон вряд ли рискнёт, да и вряд ли он посадит Ангелину аж на пять часов. Ну, дальше они вернулись, и уже, как всегда, бабушка ждала со вкусностями, наварила она и налепила варенников. Виталику, как всегда, огромную бадью, но раньше такой уже бадью, и мы видели в тарелке, вернее, под носом у Ангелины в тарелке бадью. Но на сей раз, ну, Ангелина как-то себя ограничивает. Ну, не она ограничивает, организм ограничивает. Больше съесть не получается. Но, знаете, вот одно заметила, что, наверное, сам аппетит всё-таки у неё присутствует, но только что уже больше съесть она не может. И я повторюсь, то, что, знаете, вот, если бы у неё была своя сила воли в этом, то это, да, я согласна, то тогда это круто, что она может себя ограничить, она может себя держать в каких-то рамках, но, а если это с совмешательством медицины, ещё и с хирургическим, с хирургическим, то, простите, то, что тут, слушайте, чему тут, что тут восхвалять, и кого тут хвалить? Ну, правильно, наверное, врачей, как делает и Ангелина в Инстаграме, всё постоянно пиарит и пиарит своего доктора. Какой же он крутой, какой же он классный, какое он чудо совершил. Ну, повторюсь, если бы это чудо совершила сама Ангелина. Ну, и, знаете, вот, много комментариев я встречаю на канале Виталики и Ангелина о том, что вот, сидят они, там, объедают бабушку, там, уже достали её и всякое прочее. Ну, слушайте, уже что бы кто ни говорил, ну, я тоже выскажу своё мнение, что всегда, когда он приезжает к бабушке, он дарит бабушке подарки. Ну, да, бывает, получается так, что он покупает всё самого низшего качества, это ещё, если считать, там, технику, да, ну, и так вот, видите, получилось, что не успели купить, уже поломалось, но всё же он старается сделать много для бабушки. И, да, если рассуждать о его, там, жадности или ещё чего-то, я заметила, что для кого-то из своих, из близких и родных он не жалеть ничего. Ну, и не только для близких, так же и для друзей, да, то есть он в этом плане нежадный. Но, наверное, если касается зарплаты, дохода ютубовского и всего другого, то, да, жадность тут зашкаливает, хитрость, жадность и прочее. А вообще все видеоролики с участием бабушки мне нравятся. Ну, не ролики сами, а вот именно послушать бабушку, посмотреть на неё, потому что, ну, действительно, наверное, в этих влогах, которые они сейчас снимают, самое приятное это и есть бабушка. Простая, работящая, уже вроде возраст, а она такая шустрая, она всё на свете успевает сделать. И я даже удивилась, что когда ездили Виталик с бабушкой там где-то по делам, то Ангелина даже приготовила суп. Не, ну, она готовит, готовит там, что там говорить, что-то готовит. Ну, на самом деле, можно было тоже какие-то порядки наводить, что-то делать. Ну, по крайней мере, взять хотя бы элементарно, очистить кастрюли у бабушки, взять вот эту вот жёсткую вот эту вот мочалку, всё вычистить, выдроить. Ну, чем она там занимается? Ну, хотя и в Краснодарском-то крае она особо-то и ничем таким серьёзным и не занималась. Поэтому, ну, знаете, тут уже чё говорить, чё говорить. Ну, ещё много в комментариях пишут, что ждём, не дождёмся, когда уже Виталик поедет в Краснодарский край. И к своим животным, заберёт к животным, когда он уже вернётся. Ребят, чё ему туда возвращаться? Ради животных мы с вами сами знаем, сами видели и не раз. Ну, какая у него супер-пупер прям любовь к животным. А ехать в никуда, в пустоту, где сгорел дом, ничего не осталось, то, простите, зачем туда ехать? Ну, я думаю, что именно туда они в скором времени не поедут. А что у них там в их планах, мечтах, нам не знать. Ну, наверное, и не знать точно так же и Виталику, потому что у него семь пятниц на неделю. Ну, и ещё как закрутит геля. Если ей что-то захочется, она всё это дело может и развернуть. Ну, не знаю, хотя тут тоже понятие такое, что не всегда Виталик и гелю слушают. Ну, хотя айфон приказала купить и купил. И вот сколько вот, да, говорят и шумихи создают вокруг этого айфона. Я хочу сказать, что, ну, скорее всего, повторюсь, скорее всего, это было сделано, и он купил его из-за того, что слишком много денег, наверное, тратит там на бабушку, на Руслана. И поэтому тут уже, наверное, ну, геля быканула просто. Да что это такое, в конце концов? Мне же тоже что-то нужно. Но противненько, согласитесь, противненько. Нет кола, нет двора, зато есть тринадцатый айфон. В общем, дальше Виталик застелил линолеум бабушке в коридоре. Ну, вполне-таки нормальненько получилось, судя по состоянию дома, что ну и так пойдёт, и так хорошо. Бабушке нравится, и это главное. Конечно же, все эти процедуры снимаются довольно долго, и это всё делается специально, чтобы растянуть видеоролик, чтобы он был подлиннее. Ну и дальше о том, чтобы не забывали смотреть видеоролики, подписываться, потому что следующий будет видеоролик опять с бабушкой. Вещи она будет примерять. Поэтому, ребят, это точно нельзя пропустить. В общем, ребят, у меня всё. Вот такой вот обзор получился. Ну, это моё личное мнение, никому его не навязываю. Ну, лайк или диз, это кому как нравится. Пишите своё мнение, что думаете по этому поводу. А я, как всегда, желаю каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну и, конечно же, мои хорошие, это здоровье. Берегите себя и своих близких. Я вас обнимаю. Всем пока.